Всем привет! Вы смотрите 12 серию прохождения игрушки Might and Magic Clash of Heroes. И в этой серии мы пойдем на босса данной компании, Азаксоса, и попытаемся его убить. Так, здесь вот у нас Годрик, цепями прикован к камням, и куча демонов, которых нам, видимо, нужно сначала победить, перед тем, как мы начнем схватку с самим боссом. Ну, давайте начнем. Так, этот у нас товарищ седьмого уровня, ничего страшного. Так. А, давайте попробуем куда-нибудь походить. Так, вот здесь уже Энд вышел, это хорошо. Так, давайте здесь сходим так. Вот здесь сходим так. Вот здесь вот новые юниты, о которых мы раньше не видели, кошмары, вот желательно их поубивать, пока они ничего нам не сделали. Нехорошего, подпеливайте, здесь соберем лучников. Собственно, чем интересны эти кошмары? Когда противник их собирает, скажем, несколько штук, они заряжаются, и возможно, они должны как бы атаковать в разное время, но как только начнет атаковать один кошмар, то сразу же начнут атаковать все остальные кошмары. Вот такая вот у них интересная особенность. Так, давайте сейчас начнем собирать нашего Энта. На следующем ходу мы его уже соберем. Так, тем временем противник напротив нашего Энта уже построил кучу формирований, и надеюсь, мы сможем построить стеночки дополнительно, чтобы защитить нашего Энта. Так, к сожалению, мы только одного кошмара уничтожили за устрел. Ну да ладно. Так, давайте здесь сделаем стеночку. Вот так вот. И, возможно, на следующем ходу сделаем еще стеночку. Так, хорошо, посмотрим, что будет делать наш противник. Так, понятно. Так, ну, я бы на его месте призвал бы существ, и попробовал бы собрать кошмар. Ну, хотя, в принципе, он примерно это же и делает, на самом деле. Так что, сейчас я здесь построю стеночку, призвал бы существ, и мне нужно будет думать, как мне защищаться от этого кошмара. Так, как мне от этого ужаса защититься? Так, что я могу сделать интересного? В принципе, я могу пытаться собрать этого Энта. Так, так. У меня сейчас есть одна очень интересная мысль. А что, если создать с фьюжного Энта? Так, давайте вот так вот сделаем. Так. Он собирает своего кошмара. Это не очень хорошо. Ну, что же поделать. Так. А теперь давайте переместим медведей сюда. Сделаем так. Так, 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 так. Вот. Ну, так, давайте лучше посмотрим. Так, он мне снесет, грубо говоря, одно дерево. Мне, по идее, одно из них в любом случае нужно будет убрать. Так вот, давайте сделаем. Так вот, давайте сделаем. Сейчас он мне снесет эти два, эти две стены. Немножко покалечит Энта. Ну, по идее, ничего страшного. Но зато я теперь могу со спокойной совести собирать второго своего Энта. И потом они вместе склеятся. Получится с фьюжный Энт. Еще мне кажется, что у меня Энт достаточно мощный будет. Поэтому я на кошмар не буду обращать внимания. Пусть он атакует. От него не буду совершенно защищаться. Я просто буду тупо в лоб собирать моего Энта. На следующем ходу я это уже успею сделать. И нанесу противнику, как мне кажется, довольно большой урон. Возможно, даже смертельный. Так, хорошо. Так, теперь я могу уходить. И я собираюсь с фьюжного Энта на 110 единиц здоровья. Ну, это довольно круто, я считаю. Так, ну, давайте наставшиеся ходы соберем что-нибудь еще. Посмотрим, что сделает противник. Ну, снесет он 10 единиц. Так, а почему он снес 15? Интересно. Ну, ладно. Может быть, я чего-то не знаю. Может быть, я что-то упустил. Так. И сейчас наш Энд атакует. По-моему, у него нет шансов. Ну, и... Собственно... Ожидаемая победа. Хорошо. Я же нажал далее. Так. Ну, совсем на мало опыта дали. Ладно, я думаю, все-таки до босса мы до 9 уровня прокачаемся. Как-нибудь. Так, давайте пойдем дальше. Еще один у нас товарищ. Красного цвета. Давайте сразимся с ним. Он уже нашего уровня, на самом деле. Его, по идее, все равно будет достаточно просто победить. Так. Хорошо. Давайте подумаем, что мы здесь можем сделать. Так. Давайте здесь создадим стеночку. Ух ты. Какая комба-то вышла. Так, хорошо. Что еще мы можем сделать? Давайте здесь построим. Такое формирование. Здесь такое формирование. Так. Я хочу собрать еще одного друида. А потом еще одного. Поэтому я уничтожу именно медведя, чтобы лучник вышел сюда. И в итоге после этого хода у меня будет два свободных лучника. На следующем ходу я смогу собрать еще одного друида. Так. Хорошо. Он собирает... Он хочет собрать кошмара напротив моего друида. И он это делает. Ну, ладно. В принципе, пока что мне это ничем не грозит. Мой друид ударит гораздо раньше. И откатит на пару ходов его. Так что... Мне совершенно нечего бояться. Так. Давайте призовем еще существ. И посмотрим, что будет делать наш противник. Так. Он собирает... Суккуба. Или как его там. Суккуб или как его там. Вот как-то так вот. На моем ходу... Так. Сейчас будут атаковать мои юнитные. Друид выносит вражеского кошмара. И немножечко наносит урона противнику. Так. Здесь давайте сделаем так. Его немножко покалечим. И давайте еще, знаете, что сделаем. Так. Давайте этого медведя сюда переместим. Здесь создадим стеночку. Так. Я хочу собрать два отряда фей. Поэтому я здесь тоже разменяю на стеночку. Здесь создам феи. Здесь создам феи. Ну просто... Две сфьюжены и феи. Это мощнее, чем... Две атаки феи по отдельности в разное время. Так. Он создает еще одного кошмара. И здесь у меня, к сожалению, совершенно... Незащищенная позиция. Ладно. Так. Я куда-то потерял еще одного медведя. Которого хотел сюда поместить. Ну ладно. Так. Так. Что мы можем сделать? Давайте здесь будем собирать друида. Нам нужно как-то защититься от этого кошмара. А здесь, наверное, уже больше никого не имеет смысла собирать. Здесь нужно как можно больше просто юнитов завести. Потому что этот суккуб, он у нас... Не помню, говорил уже или нет. Он кидает четыре шара. И лучше всего от него защищаться именно, что... Большим количеством слабых юнитов. Это гораздо эффективнее против него. Так. Так. Давайте здесь создадим стеночку. И будем собирать друида здесь. Так. Я только что говорил, что хотел здесь создать стеночку и убрал отсюда юнита. Так. 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 Ладно. Хорошо. Давайте произведем войска. от этого медведя перейдем сюда для защиты от этого суккуба в принципе он наверное пробьет, но он нанесет нам совсем мизерное количество урона поэтому можно сюда ничего не помещать, я просто хочу собрать друиды здесь давайте соберем и на этом все так, сейчас суккуб будет атаковать так, так, так отлично, он даже не нанес нам урон вот эта стенка, которая здесь была она выдержала два удара вражеских и поэтому для нас все окончилось просто замечательно так, мой ход я сейчас кошмара заморожу нанесу ему немножко урона в принципе он теперь совершенно не опасен и те, кто будет атаковать вот эти вот формирования я думаю, эту стенку не пробьет в любом случае так, давайте призывем существ и сейчас нам скорее всего надо уже сосредоточиться на атаке потому что ну сколько можно, так сказать, сидеть в вот таких вот зарослях стенах так хорошо так так а друльт атакует наносит чуть-чуть урора противнику так вот сейчас выгодно феи собрать где-то там давайте их соберем где-то там и соберем отряд медведей в принципе медведи должны пробить его стенку так на следующем ходу будут атаковать кошмары суккуб кстати вы можете видеть он собрал двух кошмаров вот один из них вот второй из них и на следующем ходу они будут атаковать вместе так вот от этого кошмара желательно как-то чуть-чуть защититься вот здесь вот ну в принципе его стенку очень сильно хорошо задержит но все равно он один или два урона нанесет ну хотя давайте не будем на это лучше обращать внимание давайте произведем существ в принципе вот нам защита выпала необходимая и давайте здесь на следующем ходу мы соберем отряд фей и еще один и и давайте здесь соберем еще один отряд лучников в принципе здесь тоже довольно хорошо сказать простреливаемая позиция так ох черт суккуб уничтожил все наши заросли поэтому нам пришлось выдержать прямое попадание еще одного кошмара у которого как вы видели было целых четыре хода для зарядки но так как кошмар здесь начал атаковать то он тоже начал атаковать пропустил я так ну да ладно зато у нас собралась безжалостная стрела которую мы можем использовать и она нам приносит победу хорошо давайте нажмем далее далее пойдем дальше здесь еще так один барьер который мы должны преодолеть так 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 давайте начнем ну я думал они будут хотя бы девятого уровня ладно значит должно быть довольно несложное так мы видим у него уже как бы явно расставлены суккубы которые как можно легко понять будут атаковать так а тем временем у нас есть end и end это хорошо так давайте пока что посмотрим какие ходы мы можем сделать не тратить очков действия мы можем собрать так еще мы можем собрать здесь стенку по идее больше ничего такого мы не можем создать давайте здесь начнем собирать нашего энта на следующем ходу мы его уже собираем вот два медведя свободных а эти медведи освободят место так хорошо товарищ собирает третьего суккуба так вот я просчитал медведя не на этом ходу будут таковать на следующем ладно ничего страшного тем временем давайте еще дополнительно защитимся от этих вот суккубов так давайте здесь переместим медведя сюда и соберем здесь фей я буду здесь выстраивать стенку из базовых юнитов и видимо здесь вот тоже но попозже немножко потому что мне нужны вот эти два медведя для того чтобы собрать энта так хорошо мои медведи атакуют мы собираем энта так и сейчас конечно было бы идеально какие-нибудь стенки перед этим энтом собрать еще мне очень хочется собрать друида напротив этого суккуба ну давайте я лучше начну собирать друида надеюсь мой энт выдержит атаку суккуба и вот этих вот товарищей так тем временем противник собирает еще одного суккуба не очень хорошо что же поделать так наши феи атакуют и наносят две единицы урона хоть что-то так и давайте призовем еще существ так сейчас наш энт будет огребать ох и он к сожалению не выдерживает атаки ну ладно будем считать что этот энт он пал для того чтобы защитить нас до нас урон не долетел совсем никакой так а вот друида к сожалению я построил слишком поздно его суккуб будет атаковать гораздо раньше так хорошо что мы будем делать давайте соберем так призовем еще существ у нас еще один энд есть это хорошо в принципе так вопрос как бы его по-хорошему то использовать так так ну здесь явно кого-то надо будет убить чтобы освободить место для того чтобы я смог собирать энта так наш друид а гриба смотрите он еще выжил наш друид замечательно очень очень хорошо так еще один суккуб да сколько их у тебя так тем временем наш друид атакует и наносит еще немножко урона ну может быть так мы его исцарапаем в конце концов так давайте сходим и на следующем ходу мы точно собираем энта так так такая вероятность того что я от этого суккуба защититься вообще никак не успею еще один суккуб еще один суккуб что же это такое в общем как я понял то что у него уровень на единицу меньше чем у меня это совершенно ничего не значит так сейчас будет так вот этот суккуб и по моему к сожалению этот друид у меня погибает да он погибает я получаю чуть-чуть урона ладно не смертельно самое главное сейчас я думаю нормально защитить вот этого нашего энта чтобы чтобы его не убили так как прошлого и он сделает для нас победу так что мы можем сделать нам нужны стенки много стенок так давайте сделаем так так давайте и вот так так и вот небольшая стеночка и отряд лучников так чтобы и еще сделал давайте продолжим сейчас на этом закончим так лучники атакуют и здесь вот я вижу комбо которая хочу хочу воспользоваться аак и давайте здесь создадим еще одну стеночку и еще одну стеночку вот еще нам нужно как мы защититься дополнительно от этого суккуба давайте сюда перенесем парочку юнитов это будет хорошей защитой так отлично мы защитились от атаки суккуба следующий суккуб будет атаковать и видимо к сожалению немножко покалечит нашего энта ну что ж поделать с этим придется смириться так ну хотя может быть мы успеем построить еще одну стеночку нет к сожалению стеночку построить не сможем но у нас есть еще один энд в принципе мы можем наверное его использовать давайте начнем его собирать так так наш энд выдержал но у него к сожалению очень мало очков здоровья осталось так что я не уверен что он нанесет какой-то существенный урон нашему противнику ну да ладно так 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 давайте сделаем так сделаем так и произведем еще существо и как можно видеть на следующем ходу мы собираем еще одного энта который уже наверняка принятет нам что-то хорошее так а этот энт как я понял сделает нам хорошее тем что уничтожит нам этого суккуба так так давай покажи что ты можешь для нас сделать он добался до противника отлично теперь он будет потихонечку отъедать его жизни это замечательно я считаю так делаем так делаем так вот так и на следующем ходу я сделаю фьюжиных медведей которые бьют больнее чем просто медведи так отлично замечательно так здесь давайте соберем еще фей так и на следующем ходу мы соберем здесь отряд медведей еще один так 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 что там у нас медведи атакуют ах к сожалению сукуб ничего такого не сделали так давайте этого сукуба покалечим нашими стрелами отлично и мы снесли некоторое количество здоровья нашему противнику так давайте создадим еще отряд медведей видимо у нас закончились очки действия хорошо что-то у нас затяжной бой получился видимо из-за того что у него было очень много атакующих формирований я я первую половину боя только от них защищался и вот сейчас наконец как-то начинаем мы перевешивать сторону атаки так так у меня еще одно очко осталось чтобы сделать давайте еще придем так 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 ух тыж как две стенки собрал так он собрал кучу формирований напротив нашего энта в принципе да вот этот мешающий жить отросток так сказать остаток нашего энта у него потихонечку забирает здоровье ну конечно лучше бы было если бы он против этого энта что-нибудь строил так давайте здесь соберем медведей и здесь будем собрать лучников следующий ход что нам принесет так 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 понятно на следующем ходу он будет аж тремя войсками атаковать с другой стороны наш второй атакует уже на этом ходу я надеюсь что он снесет достаточное количество жизни ах чуть-чуть не хватило три единицы ну ничего у нас второй проросший энт думаю сделает свое дело так я вообще хотел собрать лучников так лучники и феи думаю на этом будет этого будет достаточно так сможет нам немножко жизни но ничего я думаю все равно наш противник так или иначе труп одна единичка я думаю наш лучники пробивают да не пробивают и победа отлично давайте нажмем далее чуть-чуть не хватило до четвертого уровня нашим энтом так вот и азекс с собственной персоной ну я думаю что в принципе уже мы более полчаса играем в этой серии обычно я ориентируюсь на 20 минут но давайте все таки чтобы не переносить на следующую неделю в этой серии убьем босса будет такая большая серия ну и что так давайте сразимся и вообще возможно я с этого момента планировать чуть более длинные серии скажем на 30 минут наверное это будет более интересно так это у нас азекс как мы можем видеть он представляет собой один юнит то есть нам теперь нужно атаковать не за границу поля а самого этого адекса я сделал покалечил он нас атакует фаерболами мы можем уничтожить фаерболы так вот я сейчас думаю как сделать давайте здесь создадим фей вот здесь просто видите комбо если убью этого медведя здесь получится стеночка атакующего формирования лучников вот и не хочу использовать сейчас потому что лучники проедут так 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 стеночка особо ни от чего не защитит поэтому я сейчас раздумю что же делать как же быть так 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 ну да ладно давайте все таки сделаем так и соберем здесь друг а здесь будем собирать отряд медведей рассказать для защиты от этого фаербола так тем временем наши лучники стреляют мимо ну так скажем это пусть будет подтверждением того что при битве с боссами за экран стрелять смысла мало так я хочу собрать энта поэтому давайте освободим место и заодно создадим фьюжиных фей так сейчас наши друиды наши феи будут атаковать интересно откатится у него атака или нет откатилась хорошо так но тем не менее у него осталась еще одна атака и от нее хочется защититься не очень хороший вариант защиты получился но ничего давайте сюда перекинем наших фей и так он снес 18 единиц жизни ничего ничего страшного так тем временем здесь имеет смысл все таки собирать энта почему потому что вот эти вот желтые штуки они показывают где у нас азоксос появится после того как он сделает по нам выстрел так давайте здесь лучше создадим стеночку так сюда переместим так и создадим энта так так и давайте переместим сюда труида так возможно я немножко его не туда переместил надо переместить вот сюда ну чисто для того чтобы как только сюда азоксос переместиться его там немножко возможно удержать дополнительное время чтобы его энт ну как бы со стопроцентной вероятностью в него попал так хорошо давайте здесь будем собирать феи а здесь будем собирать нашего друга сейчас он выпустит свой фаербол слабенько ну ну ладно я не против так телепортируйся сюда или только на следующем ходу будешь телепортироваться вот и какой так на этом ходу наверное мне нет смысла собирать друида давайте приземлил существ и закончим ход давайте эрпортируйся хорошо все с тобой понятно здесь создадим друида чтобы он попал по фаерболу заряжающимися здесь будем напрямую атаковать нашего босса азекс так больше ничего по-моему немного сделать давайте обождем немножко отлично фаербола как раз я попаду по ним и не только по ним так один фаербол уничтожили так и у меня зарядились мои стрелы это очень хорошо так хорошо замечательно может быть даже на следующем ходу мы его сможем уничтожить так тем временем что мы можем сделать здесь помните мы тоже ничего путного не можем сделать давайте призываем войскам можем его немножко лучниками поцарапать на следующем ходу что в принципе тоже очень даже неплохо давайте завершим на этом ход так наш ход и по-моему это будет наш последний ход да именно так и произошло по-моему мы довольно быстро разобрались с этим боссом и думался будет несколько дольше ну и с другой стороны было бы глупо переносить эту пятиминутную битву на следующий эпизод или сколько она времени заняла ну ладно неважно тем временем мы прошли компания за Анвин борется с фури которую она и она отправила богатый демона Азексис вернулся вернулся на шеог на шеог и тем временем так хорошо нет не будем сохраняться и вот мы прошли первую кампанию за эльфов и следующая кампания у нас будет за людей за рыцарей это святая империя грифонов и ее мы начнем проходить в следующей серии а эту серию я заканчиваю всем спасибо за внимание и до следующего раза, пока